Байки про байки и про байкеров Почему родилась такая статья Я сегодня взял журнальчик Мотомания За май-июнь 2011 года 38 номер, 48 рублей Мотомания уже как бы журнала не существует 11 лет назад летом будет, да? Да, и я там статьи писал Вот мои статьи здесь Ух ты! Да, и вот здесь как раз баланс Искусство баланса Подаришь потом или хотя бы... Нет, там посмотреть Посмотримся Это у нас шномонтажный станочек Это у вас снято, да? Да, это, значит, самый дешманский способ балансировки Это балансировочный станок Естественно, и виды, как это балансировать Вот здесь у тебя есть картиночки красивые Вот Мы сейчас об этом как раз и поговорим Я бы хотел тебя для начала спросить А нафига вообще-то надо? Вот многие, может быть, не очень представляют Зачем вообще нужна балансировка? Ну, круглая и круглая Ну, едет и едет Ну, на самом деле, если колесо изготовлено правильно И все в нем получилось И диск у вас ровный и правильный То бывают такие иногда моменты Что балансировочный станок показывает ноль Вот А бывает показывает совсем немногие там 10-15 грамм А бывает так, что колесо-то ровное А бывает А покрышка И наоборот И если у вас, допустим, чоппер И вы не отбалансировали То иногда 50 на 50 В принципе, можно было бы ничего не заметить Но иногда чопперное колесо Оно металлизированное В некоторых случаях, например И бывает по 60-70 грамм Приходится вешать на это колесо Вот И тогда, естественно, бой То есть на какой-то определенной скорости Или между 60 и 80 Что такое бой? Те, кто не знают И это начинает разбалтываться руль Вибрация Вибрация, да И вот, допустим, заднее колесо И переднее не отбалансированы И вот они начинают трястись между собой Потом впадают в резонанс И потом можно как бы и упасть Вот Поэтому балансируется обязательно А если у вас спортбайк То там даже 15-20 грамм Имеют значение Потому что если мотоцикл едет 300 км в час И он начинает немного подбивать То это, конечно, не очень хорошо И небезопасно Поэтому А все, что безопасность Мы за это всегда боремся Поэтому очень важен По поводу резонанса Я еще хотел уточнить И согласишься ты или нет Что иногда бывает Вибрация такая Не очень заметная И даже так вот вроде как и нормально Ты едешь-едешь На небольшой, например, скорости Но бывает так Что резонанс Вот этой вибрации Наступает По совокупности разных причин Такое, что вдруг Неожиданно У тебя начинает руль Прямо Ну я про автомобиль говорю Да Прямо вот так вот трястись С большой довольно-таки Амплитудой Что тоже Опять-таки Надо смотреть На колеса Да Да Такой начинается воблинг Мотоцикл начинает складываться Колеса И в общем Результат неизвестен Но доводить мы до этого не будем Мы Идем всегда В шиномонтажную Компанию Мотоциклетную И делаем Балансировку То есть у нас есть Полное Профессиональное Итальянское оборудование На котором Балансируются Станки Станок То есть у нас Автомобильный Станок И балансировочная Насадка Которая позволяет Которая позволяет Которая стоит дороже Чем сам станок Сама Престанка Вот эта Проставочка Этот механизм Он С большим количеством Там вал Валы идут Втулки Всевозможные Там целый комплект То есть как бы Это стоит Очень дорогих денег И это оборудование Оказалось Очень полезным Потому что мы решили Поменять станок И купить станок Лучше Тоже итальянский Более сложный Вот И месяца Два Мы Эти Эти станки Проверяли В общем Ты же говорил У тебя нет шиномонтажа У меня Шиномонтаж 15 лет Работают На всю катушку Серьезно Как-то мне казалось Что вы Кому-то Отправляете Кому-то Нет У нас Есть Шиномонтажный Станок С самого начала И балансировочный И станок Для правки дисков И компрессор И куча Всяких Проверочных Штук Для Слушай А ты как-то Это рекламируешь На Леговском Проспекте Висят Огромные Плакаты Что если вы Сейчас едете И чувствуете Что у вас колесо Чуть-чуть Вот здесь Направо Ничего-нибудь Такого нет У нас есть Сарафанное Радио За 20 лет Люди про нас Знают То есть Какую-то рекламу Мы даем Конечно Но Но очень вяло Потому что Если медленно Спускает колесо Ты знаешь про это Медленно Но ты понимаешь Что еще километров 5 Я проеду И не испорчу Ни оба Да ничего И это в центре города Случается До тебя же Можно дотянуть Многие прикатывают Просто Руками Руками прикатывают Потому что В центре города Что-то остановился И прикатывают Много очень раз А у тебя единственный В центре города Наверное Ну или почти единственный Ну да Да извини Все это лирика В сторону немножко уходим Итак мы продолжаем О том Что у тебя есть станок На котором Очень дорогая Насадка Дороже чем станок Весь Эта насадка Позволяет балансировать Колеса мотоцикла Разного наверное Размера Там диаметры Они же разные Все да Литые Нелитые Спицевые Значит Станок разгибает Такие Кронштейны И Чаще всего Два конуса На оси стоят Ось такая Тоненькая И Как бы Затягивается Такая специальная Гайка И балансируем Но Существуют еще Втулки Под разные Размеры И когда ты Эти втулки По бокам Вставляешь Вместо конусов То результат Лучше Но Балансируется Дольше Раньше у нас Балансировка была 300 рублей Сейчас я не помню Наверное 400 Ближе 450 Потому что И грузики Подорожали Ну и Аренды Подорожали И все Подорожало И воздух Скоро тоже Которым накачиваешь Посмотрим С воздухом У нас вообще Была очень Интересная штука Мы два года Усердно Заправляли Газом Покупали Баллон Заправляли Специальным Газом Это вот та Фенька Знаменитая Что гелием Да Что якобы Он не спускает Он действительно Не спускает То есть Мотоцикл может Год простоять В любых условиях А давление Меришь Оно Да Сопадает Но почему-то Как-то это не прижилось Очевидно Если бы мы Были при какой-нибудь Спортивной компании Какой-нибудь команде Которая устраивала Какие-нибудь гонки И где-нибудь Мы сидели на кольце Возможно Это было бы интересно Но так как Люди ездят Просто по городу И они Им как бы Вот это все равно То есть мы говорим Вот 50 рублей Мы накачаем Гелием Или 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 не надо А они не надо И все И мы этот баллон Куда-то Задвинули И все Больше никогда Не пользовались Сегодня у нас Передний привод Передний привод Машина И Ну Некомфортно На руле То есть Ты разгоняешься Там Ну С 70 У тебя прям Бум-бум-бум-бум-бум Вот так вот И Была зима жесткая Такая И было очень просто Лениво В какой-то шиномонтаж Куда-то ехать Тем более машина дилерская Там Не дай бог Чего где поцарапают И вот В общем Я отъездил Так наверное Недели две И уже когда Отдавать Я вдруг увидел Что изнутри На диск Просто приклеился Здоровенный кусок льда Вот она заледенела Простояла Это тоже Это у всех было Но Да Но с мотоциклом Это наверное Не выходит Такого Потому что зимой Не ездят Грязь Но грязь Вполне возможно Итак Алексей Марченко Сегодня у нас В эфирной студии Как обычно В рамках программы Байки про байки С рассказом Об особенностях Вот этого процесса Балансировки И зачем он нужен Прошу Ну Смотрите На фотографии Есть Да Это правильно Показываешь Да Есть Ниппели Они разного размера Разного веса И по любому Какое бы колесо Классное бы не было Эти Ниппели Они имеют вес Самый 29 223-01 Он самый маленький Он мотоциклетный Хотел показать Вчера выложил Не взял Да Он маленький Очень легкий Он вообще ничего не весит То есть он никак не повлияет Есть автомобильный Высокий Он уже что-то весит И он при скорости Потому что там 300 километров Или 140 ехать То есть он может загибаться Поэтому его не рекомендуется ставить А он во все стороны Получается Есть вот такие Г-образные Они довольно-таки тяжелые Но бывает Такая конструкция мотоцикла Что ты не можешь Забраться туда никак И тебе нужно Именно подкачивать Вот этот вот Г-образный Чтобы в сторону В бок На некоторых мотоциклах Есть специальная стоечка Куда он вставляется Чтобы он не болтался Вот на голдах Такие штуки есть Вот И куча всяких металлических На винтах То есть они И эти Можно стоять И эти Они просто Собираются с двух сторон И есть специальные Приспособления Которые Засовывают эти резиновые А зачем вообще выпускаются резиновые Которые могут вибрировать От больших скоростей И реально могут просто Треснуть в какой-то момент Сразу железные ставишь И все На многих мотоциклах С завода Стоят железные То есть там Отверстие Такая посадочная Проточка И они с двух сторон Резиночка Затягиваются гаечкой И все Но У меня такой Развинтился Металлический Металлический Развинтился Вот Поэтому А резиновые Как бы не развинчиваются Но маленький нюанс Когда он пересыхает Он на скорости Может отрываться В общем Такая Ненадежная конструкция Но мы Сейчас говорим О балансировке Вот И дальше Разновидность Грузиков Согласитесь Вот эти вот внизу Грузики Они Не похожи На автомобильные Вообще Никак Непонятно Они что К спице Крепятся Да Это Спицы Крепления Спицы Они разных форм Самые доступные У нас Продавались Они Выглядели Они выглядели Примерно Вот так Как на спице Вот они Так одеваются Специальные Клещи Зажимают Но недостаток Алексеевич Показывает Все это дело Показывает На камеру Не в ту камеру Сейчас Переключу Но просто Те кто смотрят Эфир Ребята Имейте ввиду Что у нас Идет Видеотрансляция И там Алексеевич Как раз Иллюстрирует То что говорит Рисунками Картинками Фотографиями Вот Специальные Клещи Здесь Есть Этими Клещами Зажимаются Свинцовый Такой Стаканчик С прорезью И одевается На спицу Он зажимается И якобы Все хорошо И он по спице Не ползет Туда-сюда Вот Если Сделать это Как бы Не очень Профессионально Он начинает По спице Летать туда-сюда И очень плохо Да Поэтому мы Иногда Их клеили Чтобы они Там держались Наверняка Вот Снимаются Они просто Разжиманием Этого Этой Щели Как бы И Спокойно Снимаются Многие Пользуются Ну и в общем И второй вид Грузиков Ну как второй Вид грузиков Очень много Вот видите Специальная проточка На колесе И специальный Грузик На каждые Такие колеса Есть своя Конструкция Грузиков И вообще Многие колеса Сделаны так Что вот этот Буртик И у него там Юбочка есть И грузики Фирменные Которые С завода Идут Они на защелках Внутри Из жестянки Стоят Они дорого То есть Ты нажимаешь Он такой Защелкивается Потом ты разжимаешь Они снимаются Ты их там Копишь И опять Устанавливаешь Очень качественные Грузики Очень дорогие Но очень качественные Они цепляются Прямо за этот Буртик А колесовывать С этим буртиком Это тоже Не у всех Нет Это на всех Японских Мотоциклах Этот буртик Есть Но Если вы Дилер Сузуки И у вас Есть все Сузуки Грузики Фирменные То это Классно А если у вас Мультисервис И вам Иметь Полный Комплект Хондовских Сузуковских На них Прямо написано На этом свинце Сузуки Значок Этот И Получается Что Как вы хотите Из этого положения И Вот такие Многие видели Автомобильные 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 Вот такие Грузики С Налипком Да Все Вижу Теперь Они Значит Отрезаются Со специальными Кусачками Есть Кусачки Не стоят Как бы денег Там Они С такой С молоточком Нет Они с подложечкой Такой Значит С насечкой А с этой стороны Значит Как гильотинка Такая И они Откусываются Красивенько И откусывают Вот эту Вот Липкую ленту Эту Двухсторонний Скотч Вот Но Есть Небольшая Проблема Если Прошло Пять лет Или Больше Отсыхают Нафиг Да Ты Липкую ленту Отклеиваешь Приклеиваешь Они не держатся И через какое-то время Отваливаются И получается Вроде Деньги потрачены А Результаты Ноль Вот Поэтому Грузиками Нужно пользоваться Современными Свеженькими Вот Потому что Мы Один раз Взяли У человека Говорит Валяются Давно Попробовали Тут же все отвалилось И Все Мотоциклы Вешают Вот эти Грузики Теперь Они Имеют Разновидность Одни Плоские Другие Поуже Но повыше Вот Мы пользуемся Те которые Потоньше Но потолще Повыше По стойке То есть Чтобы Место Меньше Занимали И Поэтому Весь Город Клеит Вот эти Вот Они Кстати Не очень Дешевые То есть Коробка Там стоит Нормальных Денег Поэтому Но Балансировка Как бы Не считает Это количество Есть Такие же Клеющиеся Со значком Харли Дэвидсон Вот Хромированные Очень красивые Есть Черные И возникает Всегда Проблема Приезжает Человек Красит Диски В черные А ты Вот эти Свинцовые Штуки Ну Некрасиво Некрасиво Существуют В природе Черные А нельзя Покрасить Прямо Мы Иногда Красим И в золотой И в серебряный И в черный Цвет Потому что Есть люди Которые Все равно Ну Нормально А есть Такой Блин Я так Делал Делал Все И тут Такие Свинцовые Блямбы Какие-то Давайте Парни Как-то И вот Это Сидим Выкрашиваем А вот Литые Диски И спецованные Есть Какая-то Специфика Своя Что Литые Что Спецованные Могут Быть Погнутыми И тогда Вся Вот Эта Операция Становится Абсолютно Бессмысленной Поэтому У нас Стоит Станок По Выправлению То То Мы Сперва Человек Сделайте Шиномонтаж Снимаем Резину Крутим Колесо Без Резины И Пока С резиной Все Выглядит Шикарно А без Резины Сразу Видно Что Полки Все По Уходили Мы Говорим Ну Балансировать Нет Смысла Или Одеваем Так Ездишь Или Значит Правим И Тогда Ставим На Станок Выправляемся Вмятины Тогда Уже Балансируем Поэтому Вроде Балансировочный Станок Есть И Он Как бы Нужен Но Без Станка Правки Эта Идея Такая На 50% То есть Если У тебя Только Прямые Колеса А Балансировочный А ремонтный Станок Вот этот Мотоциклетный Он Специальный То есть Как на Автомобильном Ремонтировать Невозможно То есть А автомобильного Другая Совершенно Технология Там Вот Ну Что ж Будем считать Что Небольшая Лекция По этой Части у нас Прочитана Да Я бы Напоследок Еще вот Спросил бы Что Наверное В эту же Тему Ложится Как-то Это Если Диск Треснул Вот эти Все знаменитые Дела Аргоном Проварка Разные Я не знаю Может Свинчивание Склеивание Вот это Делаете Делаем Да Просто Значит Такая Технология Когда Спецованное Колесо Не спецованное А литое колесо Ты мне скажи А как они вообще колятся В принципе Я вот рассказываю Допустим Три спицы Алюминиевые И удар пришелся Не между спицами А вот Как раз В спицу И вот в этот момент Когда он ударяется И загинается То обратно Ты уже отгинаешь Там уже слом То есть он уже Ломается Крошится И поэтому Выпрямляется Заваривается С двух сторон Ты же говоришь Отваливается Нет Нет Там появляется трещина То есть на загибе Появляется трещина То есть трещину Очень трудно создать В любом другом месте Но чаще всего Это в спицах Происходит То есть Как только Удар в спицы Значит все Это уже Ну Процентов 90 Что придется варить А вот Придется варить А можно заварить так Чтобы еще Долго-долго На нем ездить И поэтому У нас К балансировочному Станку Есть аргонный Аппарат Тоже итальянский И тоже дорогой Реклама Твоей мастерской Получилась Ну Неважно Стоит Но смысл в том Что и получается Что нет Никакого То есть То есть К обыкновенному Балансировочному Станку Нужен Шиномонтажный Станок Правочный Станок И еще и аргон То есть Получается Целая такая Грядка Человек приехал Мне вот Дырочку Заклейте Вы резину Сняли Ёлы-палы У тебя еще Вообще Все неровно И у тебя еще И трещина И все Но зато Человек уезжает На целом Колесе А колеса Стоят дорого В несколько раз Дороже Чем автомобильные И уж Всяко дороже Чем Чем Вот эти работы По восстановлению Колеса Правильно? Ну Спецованные Тоже Переспецовываем Переделываем Со спецованными Конечно проще Новые спицы Берешь Выправляешь Обод Новые спицы Все Перевтуливаешь И поехал Это мы тоже делаем Это такой Творческий процесс Тут нужно иметь Давай напоследок Расскажи мне А как одевают На заднее колесо Автомобильную покрышку? Далеко Во-первых Покрышка Должна быть Похожая То есть По размеру Ультра низкопрофильная Наверное Там всего Две вида Этих прокрышки И точно так же Как Любая Мотоциклетная Но говорят Ее не накачать Никак Без особых Там Навыков Потому что Ну а широкая Она Ну не прилипает Кого Для этого существует Такая Как бы Взрыв Да-да-да Вот я слышал То есть Там сзади Стоит такой баллон У тебя такое Жерло Ты подводишь Сбоку Открываешь Туда Мощно Влетает воздух И она Расхлопывается И приклеивается уже К кабадам Да-да-да Раскрывается Ну что ж Ладно Хорошо Мне понравилось Было результативно И интересно Давай На этом на сегодня Все Надеюсь Что через неделю Когда мы встретимся Как-то уже будем смотреть На мир Более Понимая Что происходит Спасибо Это был Алексей Марченко В программе Байки про байки На волне Моторадио Счастливо И до новых встреч Всего доброго Давай пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok